Куб 2, Киберкуб 2002 года, режиссёра Анджая Секула. Ребята, этот режиссёр подарил нам криминальное чтиво, бешеных псов, между прочим. А это Грэд, и мы дарим вам наш ревью. Зворы в мире на 3 миллиона бакинских. И... К циферкам. Премьера в мире 29 июля 2002 года, зрителей во Франции было 309... Ой-ой-ой-ой-ой. Релиз на 9 был 13 марта 2003-го от CP Digital. К сожалению, вторая и третья часть были очень средние. Ну, к третьей части мы ещё вернёмся, но давайте немного об актёрах. Здесь уже другие. Карри Матчетт, Джерант Винт Дэвис, Гретлиан Гунг, Мэтти Фергюсон, Нил Кроун и другие ребятушки. Итак, что же нас ждёт в этой части? Таинственный Киберкуб. Загадочное творение безумного гения. Может быть, инопланетян? Вновь наполняется невидимыми жертвами. Невинными жертвами. Восемь незнакомцев очутились в странных комнатах, где действуют лишь законы четвёртого измерения, играющие злые шутки с пространством и временем. В отчаянии пытаясь найти выход из-за пятнала кровью лабиринта, где любой неосторожный шаг равносилен самоубийству. Они вскоре понимают, что сумеют выжить, только если разгадают все тайны гигантской мозаики смертоносных ловушек, прежде чем она распадётся на части вместе со своими пленниками Букака. Ну что, интересная была задумка, но всего лишь первая часть себя зарекомендовала, потому что что-то необычное, интересное. Но как вот режиссёру было сочинять, я не знаю, придумывать продолжение, делать сюжет? Ну, куб и куб, опять загадки, всё то же самое. Нужно же как-то им было интересно подойти к этому, но, увы, вторая, третья... Да, вот так вот. Если фильм переделать только как-то по-другому уже, новые режиссёры, может быть, что-то получится. Как говорится, ремейк. Куба. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Иград Ревьюф Яндексен. Мы очень вас ждём. Фильм... Трилогию можно посмотреть, но, в принципе, первая часть лучше всех. Это Град. Мы любим вас. И welcome back.